Валерий Георгиевич Нефанти Главные матчи, конечно, были с противником, главным последних нескольких лет, Ипатовским Колосом. В последнее десятилетие наблюдается серьезная борьба между Металлургом и Колосом. Все-таки удалось завоевать чемпионство, опередив наш прославленный Металлург. Ну вот вы как думаете, с чем это было связано? Тем более, что у нас есть интересные выжимки, матчи некоторых. Посмотрев эти матчи, есть уже такое представление, основная ошибка Металлурга в чем-то была или наоборот? Все, как говорят, сложилось в одной точке. Колос подтянулся, состав у него стабилизировался более-менее нормальный состав боевой. Ну и Металлург на Лаврах почитать нельзя, потому что надо постоянно... Знаете, как говорят, завоевать звание чемпиона, хотел сказать, Советского Союза, чемпиона России проще, чем потом его снова доказывать, что ты сильнейший. Приходится что-то искать новое, тренироваться опять же больше, чтобы не успокаиваться на достигнутом. От нас многие команды... Уголок, кстати, очень много с точки зрения тренировочного процесса берет от Металлурга. Но самое интересное, что в этом году все вот эти статические комбинации, так называемые домашние заготовки, они наши все. Но мы не забиваем с таких же розыгрыша. А они нам в этом сезоне с розыгрыша статической комбинации 16-метровых штрафных, они нам 4 гола забили. Поэтому мы сегодня посмотрим, по мере силы возможности прокомментируем такие явно грубые ошибки у наших спортсменов. И надеюсь, что в сезоне 23-го года, учитывая вот эти все ошибки, я думаю, ну... Ну и с одной стороны, это и хорошо, и для зрителей интереснее, потому что, когда мы выиграем по 10-0, по 9, иногда даже по 15, конечно, это и зрителям неинтересно. Уже народ разбирается, поэтому, допустим, на игру с Колосом, как раньше, кстати, на Ковровец, стадион всегда был полон, потому что люди знали, что будет интересная, захватывающаяся игра. Сегодня мы разберем игру в рамках чемпионата России по мотоболу 2022 года между командами Колос и Металлург, которая состоялась в городе Ипатове, Ставропольского края, 30 августа. Давайте начнем. Мы видим игру лучших команд Европы, команды города Ипатова Колос и команды города Юдной, команды Металлург. Эта игра, во-первых, многое значила, потому что в случае выигрыша мы в отборочном этапе занимали первое место. Поэтому ребята все эту ответственность понимали и, видимо, психологически были готовы для того, чтобы играть на победу. Но сейчас вы видите с мячом Сергея Крошка забивает. Все наши спортсмены, особенно кто играет в защите, они прекрасно знают особенности и место, откуда Крошка практически забивает все голы. У него очень сильный, мощный удар, и он, как правило, бьет с 18, если на 16 метод он выходит, то его сложно удержать. Поэтому надо было встречать его и не дать ему пробить где-то метров с 20. Тогда бы, я думаю, этого гола забить не было. Но вот на картинке видно, что его вовремя не встретили, и он хорошо пробил, а Алексей Семенов, видимо, не ожидал. Это было на первую минуту, первую минуту их розыгрыши, видимо, еще не вошли в игру, не сконстантировались. Но для команды такого уровня, как Металлург, конечно, это непростительно. Ну, конечно, сначала обескураживаешь. На первой минуте сразу забить гол, это о чем-то говорит. Видимо, у Колоса серьезное намерение. Мы, конечно, не остановимся на этом, и все равно играть, естественно, будет на победу. Это вот сейчас мячом Антон Гусев отдает Ивану Крештопе. Хорошо Иван пробил, но молодушка, вратарь Колоса был на месте. В Ипатова играет четыре члена сборной команды России. Это Крошка, Крошка, Облап, Молодушка и Халин. Поэтому игра достойных равных соперников. Вот наши два ведущих игрока, Антон Гусев с Ивану Крештопа, они солируют в данной игре. Потому что они наиболее опытные. У нас сейчас в стартовом составе не играет Владимир Сосницкий, потому что он был серьезно травмирован в середине сезона. И только сейчас он восстановился, пока он на поле не выходит. Он переоделся, но на поле не выходит. Его заменил Никита Марков. Потому что Володя играл больше защитного варианта. Никита Марков встал на его место. Ну и в принципе достойно пока заменяет. Что сейчас происходит? Задел игрок в шевью, сказали. Да, сейчас 16 метров штрафной 16-метровый удар. Свободный, вернее, 16-метровый, поставлен к волосу. Вот Антон хорошо пробил и разыграли хорошо. Но, к сожалению, попадать надо посерьезнее. Тем более у Антона хороший, мощный удар. Он отличается этим. Но Молодушка очень опытный вратарь. Вратарь сборной России. Опять видите, что, знаешь, госпожа удачи. На один сантиметр ниже и был бы стопроцентный гол. Уже Молодушка бы не взял. Опять какие-то конфликты? Ну, у колоса наблюдается такой момент. Они очень любят к судям часто обращаться. Что я это лично не поощряю. Даже мяч не дам поставить. Да. Недовольные. Ну, это вот прям непрофессиональным, невооруженным глазом видно. Такое поведение, конечно, немного. Тем более судьи судят игру Вячеслав Ильин и Сергей Кикофф. Это самые, на мой взгляд, на сегодня самые квалифицированные судьи. Вот Иван хорошо. Видите, пропустили Ивана, тоже не встретили вовремя. А Иван Левша из левой ноги, если его не встретить, он владеет ударом. Видишь, сейчас хорошо верхний угол пробил. А мог в дальний угол. Но он выбрал такой момент, что лучше было. И Молодушка, видимо, не ожидал. Я думал, что он будет в дальний бить. А он взял и поднял в самый девятину верхний угол ворот. Но вот я смотрю, бывает такой момент, что действительно игроки не могут угадать действия противника. И просто удача, пустые ворота, нет защиты. Нет, ну я уже говорил. Как они нам сейчас в этом матче забили первые игры. Я уже говорил, что без ошибок играть невозможно. Поэтому все допускают ошибки. Но в зависимости от подготовленности и мастерства любого спортсмена, он обладает определенным навыком технических владений мячом. И, конечно, ну тем не менее, ошибки совершают все. Хотелось бы, чтобы поменьше их было. Но, к сожалению, этого не ограничишь. Ну, у них в основном играет, конечно, Сергей Крошков. Вот сейчас на сегодняшний день один из лучших игроков Европы. Вот опять, вот видите, как пускают. Очень близко пускают. Вот опять, это кто? Это Никита Марков. Вот он вовремя не перехватил. А нет, это Крештопа, да, девятый номер Крештопа. Он открыл ближний угол, начал встречать. А Крошка отдал пас Левишевскому. И Левишевский хорошо, он левой ногой здорово пробивает. Ну, сейчас Семенов был на месте. И не удалось Левишевскому увеличить счет. Защита, можно сказать, не сработала. Сработал, да, вратарь. Да, да, вратарь выручил. Ну, вратарь, его обязанность основная вратаря – это выручать. Да. Выручать. Потому что вратарь – это последний оплот команды. А в защите, получается, в «Металлурге» кто он? Марков и Крештопа. Гусев с Касьяновым впереди. Это вот Сергей Кийков. Это бывший вратарь команды «Елисты». Очень опытный был вратарь, хороший. В сборной Союза было в свое время. Сейчас судит, и судит очень успешно и объективно. Опять, да, 16-метровый? Да, 16-метровый. Свободный 16-метровый удар. Вот, красиво. Забили? Красиво, ничего не было. Вот это наш розыгрыш «Металлурга». Кола взял, и чисто металлургский розыгрыш. У меня вопрос, почему они действительно так успешно реализовывают наши же приемы, а мы их приемы не можем не их принимать. Вот то же самое Касьянов сейчас должен был забивать. То же самое. Только в ворота попади. Не хватает мастерства. Не хватает мастерства. Значит, я говорю, почему? Будем делать выводы и тренировочный процесс, увеличивать именно вот тренировок, совершенствование статических комбинаций. Вот, 2-2. У Крошка прямой удар пробил. Кстати, часто забивал и с прямого удара. У него очень мощный, серьезный удар, поэтому он забивал. Вот тоже, понимаешь, вот опять штанга. Сантиметр ниже голову был. Вот уже два Крештопа и Бусина. Да, правда, удача. Да, госпожа удача, она много значим в спорте. Вот тоже, вот Касьянов. Что он плохого сделал? Я злюсь. Почему? Ну, потому что вот в таких ситуациях надо забивать. То есть тебе твой партнер сделал все, а Дереблин показал в 16-м метро, провел, дал хороший пас, а он пробил прямо во вратаря. Ну, чуть полметра в сторону туда, и вправо-влево, и был бы гол. Такие моменты надо обязательно реализовывать. Потому что их, может быть, не быть за игру. Вот два момента было, хотя бы один забивать надо, и счет был уже другой. Вот, вот, Иван, вот это чисто... Пробил, да? Тоже прямой получает? Да, чистый, да, нет, 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 он с паса. Дали ему паса, он, Ваня, с левой ноги, вот он пробил в дальний угол, видишь. Вот тоже, вот прямой удар. Видите, чуть-чуть откатили, мять откатили, чтобы мимо стенки он пробил, и он пробивает. Ну, Сергей, очень сильный удар. Валерий Георгиевич, ну, вот эти вот нереализованные моменты, да, как вот сейчас с Касьяновым, к примеру, ну, правда, ну, с чем это связано? Подрасслабились ребята? Недостаточно подготовки или что? Ну, мое мнение, мое мнение, это просто... Недостаточно... Мотивации или нет? Автоматически все-таки любая, так называемая, домашняя подготовка, их нужно с закрытыми глазами все делать. У нас на тренировках бывают Касьянов, тот же Касьянов, он бывает из десяти... Из десяти вот с... Вот тоже, видите, пропустили опять Лемешевский сейчас с паса... Кульбит. Конечно, Слава думал, что будет Алексей находиться в этой штане, и в даль, а как раз Алексей грузбил. Палали в сторону в центр... Леша наш летает в воротах. Молодец. Ох, какой красивый пол занимает Антон Мусев. Игроки считают, что... Да. А, кстати, да, вот здесь вот этот момент. Все-таки потом же выяснилось, что все правильно, да? Ну, конечно, они... Они считают, что их... Они считают, что неправильно перешли центр поля без паса. Без паса перешли центр поля. У них оказалось такое мнение. Потому что центр поля надо проходить с пасом. Ну, здесь прямо в открытые ворота. Проходной двор. Ну, проходной двор. Вот, к сожалению, защита хромает у нас. Вот опять. Ну... То же самое, да? Ну, то же самое все. Просто в этот раз Семен не успел. Тот, кто стоит рядом, чуть раньше открылся, ну, 3 метра надо было, чтобы перехватить пас. Что такое девятка? Ну, это вот ворота, где вот перекладина и штанга. Девятка считается, это вот прямо вот туда. В самую, как говорят, в паутинку. Это последняя, по-моему, была игра перед лей-офф. Да, 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 все, 5-4. Эту игру мы выиграли 5-4. И в отборочном этапе, в двухруговом, заняли первое место. То есть вошли в финальные, в три финальных турнира с первого места. О, вот здесь вот очень интересно. О, вот это все. Удар, удар. Ну, это же недопустимо, Валерий Ильич. Конечно, конечно. Нет, сейчас крошку сейчас должны удалить до конца игры, потому что бить по лицу ни в какой ситуации, какой бы ошибка, какая бы не было у нападающего, бить нельзя. Я думаю, сейчас его должны удалить до конца игры. Но вообще, по-моему, этот игрок, Сергей Крошка, отличается, да, такими вот распустаниями? Ну, к сожалению, уже, как говорят, звезда Валбу горит, он звезда, он в Колосе и капитан команды, и тренер, и… Ну, вот я смотрю, наши игроки не допускают в такой вот… Это бывает, но очень редко. И вот с судьями, представители Колоса тоже часто спорят, вот у нас я слышала, что всегда табу, а судьями скоро в судьями. Я постоянно напоминаю, что к судьям не подъезжаем вообще, вообще. Судья выполняет свои обязанности, все, все, конечно. Пыл не утихает. Это уже удаленный, он выскочил уже удаленный, удаленный. Это тоже неправильно. Вот там полный стадион народу. Он подъезжает, он любимец публики. Раз он подъезжает и наезжает на судью, значит, публика сидит и думает, значит, виноват судья, раз их любимец, подъезжает и требует правосудия. Ну, понимаешь, этого допускать нельзя. Ну, вот тоже сейчас в пустые ворота. Кроме… Ну, к сожалению, защита хромает. Защита хромает, к сожалению. Защита не на высоте. Честно, если нападающие, нападающие уже пять забили, а защитники пропустили пять, это ненормально. А ну сейчас, да, еще должны забить Ивана сейчас. Да, 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 сейчас они буквально последних минутах. Мне Антон, по-моему… Вот сейчас красиво. Да, 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 вот это красиво, красивая комбинация… И реализованный момент. Двух ходовка классная, и момент реализованный. На поле всего четыре человека, поэтому должны все четыре играть, желательно, все четверо должны играть. Ну, и все четверо защищать тогда? Конечно. Воли, почему провалы не возвращаются, против одного выходят, должны все возвращаться. Читать игру, читать игру, если видно, что уже игра пошла в центр поля, будут переходить явно, значит, нужно всем четвером возвращаться и занимать свои места. Функции есть, они вроде как защитные, понимаешь? Раньше Соснинский тоже в защите играл, но он всегда в свои лучшие годы, он всегда был лучшим бомбардиром в команде и в чемпионате во всем. Поэтому… Может быть, это связано с тем, что игроки хотят забить гол, проявить себя, наши металлурговские, и поэтому постоянно пытаются быть ближе к тем воротам, чем к своим? Это похвально, конечно, что хочется забить гол. Всем хочется, но вот, к сожалению, кому-то дано, кому-то нет. Иванову вот дано и в защите, он довольно прилично играет и забивает много в этом году. И вот последние три года он в команде лучший бомбардир. Здесь нам повезло все-таки. Да, 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 да. И следующая игра, которую мы рассмотрим, будет уже в рамках плей-офф, правильно? Да, будет первая игра в рамках плей-оффа. Это уже первый финальный турнир сезона 2022 года. Дорогие друзья, внимательно следите за анонсами. В следующий раз разберем еще одну игру в «Металлург-колос». Наверняка это будет также увлекательно и интересно. Ну и не забывайте готовиться, так же, как и команда «Металлург», к новому сезону 2023 года, готовиться приходить на стадион «Металлург», поддерживать родную команду. Мы прощаемся с вами. До свидания. Спасибо, приходите. Юлия правильно сказала, играть, когда на трибуне сидит много зрителей, и они поддерживают команду, всегда приятнее. Потому что в конечном итоге спортсмены играют для зрителей. И когда их много, они активно болеют. Это приятно.